Добрый день, коллеги! Рад всех вновь видеть сегодня 21 мая, сегодня у нас понедельник, мы традиционно начинаем утренний брифинг, обнуляем наши счетчики за прошлые сутки, то есть за пятницу у нас 0%, 0 пунктов, потому что практически никакой торговой деятельности не было, ну единственное, что там продали на 250 пунктов в рамках торгового стрима, но торговый стрим у нас не засчитывается в статистику по публичному счету, ну а так в принципе месяц выдерживаем в плюсе. Что мы сегодня фактически с вами будем наторговывать, давайте посмотрим сразу непосредственно на терминал без задержки, на различные темы, вот и мы с вами видим, что доллар у нас как вообще как паровоз просто дорожает и дорожает, абсолютно видно, это по многим инструментам и те люди, которые спрашивают меня, почему я не смотрю индекс доллара, ну мы с вами и так видим, что доллар дорожает, соответственно индекс доллара будет дорожать в принципе, поскольку это скорее индикатор, а не какой-то важный с точки зрения рынка анализ график. Поехали традиционно с европейской валюты, ну к слову говоря о каком-то фундаментальных значениях, в принципе на сегодня все тихо, спокойно, от торгового чисто техническую картину, единственное, что там может начать двигаться на мой взгляд, да, это вот европейский центральный банк, решение по монетарной политике, которое состоится аж на в четверг. По евре мы с вами видим движение вниз, которое честно говоря уже на протяжении нескольких недель уже даже заботит, блин вообще просто. Проблема в том, что продавать, ну не знаю как вам, но лично для меня все страшнее и страшнее, вот, а откупать собственно говоря причин особых нету. Поэтому идея здесь следующая, обращаю внимание на различный сантимент, что большинство народа у нас в принципе находится как бы, ну вот здесь вот они наторгованы, то есть весь открытый интерес есть и покупатели есть и продавцы есть, да, единственное, чего нету здесь стопов под минимум, практически нету, я бы так сказал, да, потому что здесь что так, что это желающие купить и продать присутствует. Если мы с вами посмотрим на кластерный анализ, то мы обнаружим с вами что, что, ну вот он весь объем, да, то есть фактически вот так вот он присутствует, поэтому я вот этот объемчик считаю для нас крайним, пока мы не пройдем говорить о развороте тенденции вверх не имеет никакого смысла. Продавать внизу я честно говоря не хочу, так сказать опасаясь, я бы сказал так, что движение вниз конечно скорее основное, да, нежели вверх, вот, но и на откатах продавать я не стану и продавать после пробоя я не стану. Почему? Потому что скорее всего мы найдем с вами более выгодную, более интересную торговую идею и попробуем на ней заработать, нежели, ну, тупо продавать на том, что падает, потому что высока вероятность оказаться в самом-самом низу. Если вдруг евро окажется выше, чем 1.1870, то есть пройдет те самые объемы, которые мы с вами проходили, то можно в принципе уже говорить об окончании тенденции, может быть о флете, может быть о развороте и так далее, так далее. Фунт доллар картина примерно аналогичная, да, у нас здесь даже по рыночному сантименту мы с вами видим, что в целом народ вот наторгован здесь. Точно такая же картина и на кластерах, то есть если мы с вами посмотрим кластера, то вот это та самая наторговка, она является крупной, она является большой, она в принципе может оказаться разворотной, но, к сожалению, пока нет признаков того, что здесь инструмент удерживает от падения там или что-то пробует с ним, собственно говоря, делать. Поэтому и здесь точно так же, как и на евро, основное движение вниз и пока мы не оказались выше, чем 36.15, то бишь здесь, да, я думаю, что не имеет смысла никакого абсолютно тут рассматривать ланги. Для тех, кто торгует у нас по нашим тактикам, да, можно обратить ваше внимание, обращаю ваше внимание на возможность поработы на пробой. Есть некоторые заявки, связанные с заявки типа MarketSell, расположенные под минимумом от 15 мая, они вполне могут дать некий импульс, некую реакцию. Начинаются они от 1.34.50, заканчивая от 1.34.25. В принципе, 25 пунктов это более чем достаточно для этой тактики. Единственное, что меня настораживает, это то, что вот такая одна большая крупная заявка на одном ценном диапазоне. Настораживает это не потому, что она большая, крупная, настораживает это потому, что это может быть чья-то одна-единственная заявка. Ну, вот сейчас только что вы увидели, как данные обновились, и заявка поуменьшилась, да. То есть, в принципе, может быть, частично кто-то там вышел, да, и, ну, выглядит достаточно симпатично. Я думаю, на пробой поработать можно. К сожалению, здесь больше и денег их нет. Канадский доллар, в принципе, торгуется внутри определенного флета, о котором мы с вами говорили, и говорили мы с ним уже достаточно давно. Если посмотрим с вами кластера, то увидим с вами, ну, точно такую же картину, да, а именно вот хай, вот лой, ну, наоборот, на фьючерсном, да. То есть, здесь хай, здесь, собственно говоря, лой, и вот у нас флотится такой есть. Хочу обратить ваше внимание на то, что после пятничного движения вниз на фьючерс, да, появились вот такие вот интересные дельты, которые фактически, ну, в какой-то степени говорит об остановке инструмента. То есть, здесь его откупали. То есть, сначала были заявки типа market sell, а потом уже были заявки типа market buy. Об этом все действует дельта, которая, ну, вот так тут выглядит, да. Фактически, это ровным счетом не говорит ничего, но есть такие признаки, так сказать, звоночки того, что инструмент, что-то кто-то здесь может поддерживать. И, глядя на более, на картину более широко, да, мы с вами определяем, кто может, в принципе, поддерживать. Потому что такая же ситуация была у нас и здесь, да, обращающая внимание, что и в момент вот этого минимума у нас была вот такая вот дельта, и в момент этого минимума тоже была такая вот дельта. Может быть, чья-то активность присутствует, может быть, чей-то интерес здесь есть, не будем гадать. Но, тем не менее, как идея, не на сегодня, а может быть, даже на неделю или, допустим, ну, при каких-то там раскладе, да, это попробовать пошарти с районом 29.30, стоп спрятать за 1.30. Здесь у нас с полночным сантиментом сидят люди, которые купили на хаях, да, еще вот в этом месте и ждут, собственно говоря, когда они выйдут в плюс, чтобы зафиксировать свой, ну, как минимум, нулевой результат, да. И вот здесь, собственно говоря, у нас тоже есть такие же люди, которые продали на лоях еще 11 мая. Стопов каких-то конкретных здесь не видно, поэтому и здесь идей никаких нет. То есть, в общем-то говоря, готовимся к работе во флете, возможно, при хорошем точке входа, там, при хорошей активности здесь попробовать попродавать. Сегодня, завтра как получится, не знаю. Доллар, японская иена. Здесь картинка очень интересная, я вам хочу сказать. Ну, во-первых, мы растем вверх, и это, в принципе, очень сходится, да, с дикорастущим, как паровоз, я уже сказал, долларом. Вот. Что мы можем с вами здесь сделать? Обращаю внимание, что весь объем находится здесь, вот внизу. Мы в прошлый раз, в пятницу, с вами говорили о том, что можно попробовать пошортить, начиная от этих кластерочков, заканчивая вот этим кластерочком. То есть, ждать тест сюда. В принципе, тест состоялся, однако он не дотянул до инструмента, то есть, в принципе, ну, до точки входа даже не дошел, да. Вот здесь от этих кластеров, напоминаю, мы с вами ждали какой-то реакции, но вот ее не было. Там не хватило, там буквально несколько тиков для того, чтобы войти в сделку, но и вход был бы под вопросом, потому что риск-прибыль здесь такая вот не очень ситуация, и можно было просто взять и получить. Какая штуковина здесь бросается мне в глаза? Во-первых, ордера. Мы с вами, если посмотрим, да, я имею в виду стоп-ордера, попробуем обнаружить какие-то стопы тут над хаем, то их, в принципе, особо-то нет, я бы сказал, да. Но в то же самое время, если посмотрим чистое значение, то увидим некую интересную активность под минимум пятничным, да. Смотрите, под 110.60 у нас есть вот такая вот горочка людей, которая установила туда маркет-ордера типа sell. Может быть, это стоп-лоссы, не знаю, гадать не будем, да, но просто как предположение, да, что вот здесь у нас появились покупатели, вот, на самом-самом хай, да, а вот здесь тут у нас появились продавцы. То есть мы можем сделать косвенное утверждение того, что вот здесь тут народ у нас купил в пятницу, в основном покупал, да, вот, устанавливая стоп, собственно говоря, за пятницу. Как мы можем это использовать? Зная, что есть вот такие вот тут есть стопы под минимум, да, как я уже ранее сказал, вот, мы можем предположить косвенно, что движение вниз может состояться и там может быть импульс. Но в то же самое время максимальный объем, который вообще, в принципе, наторгован, заключен в диапазоне 110.35 и 110.05, то есть вот здесь тут. Поэтому это как идея, да, то есть к ее реализации надо еще подойти очень качественно. Но как идея можно ждать, что движение вниз состоится. Если оно состоится и нарвется на вчерашний минимум, пойдет на обновление пятничного, вернее, минимума, то может состояться импульс. Импульс может приехать очень быстро, привести инструмент вот сюда, вот в Point of Control вот этого всего объема. То есть если такое состоится, то вот здесь вот в районе Point of Control нужно ждать интересные кластера, нужно ждать какой-то выкуп, лодку, все что угодно и только после этого входить. То есть тогда это будет, собственно говоря, все очень-очень даже круто в плане реализации. Ну а покупать сейчас, да, и даже покупать после пробоя, я думаю, нет никакого смысла, потому что купить сейчас это можно оказываться на самом хай, а купить после пробоя, ну, знаете ли, сегодня понедельник, тем более новостей нету, драйверов может никаких не быть. По австралийству, честно говоря, ничего нового сказать не могу, основная толпа у нас находится в лонгах и все, поэтому мы ждем поддержки, мы ждем сопротивления, ждем активности куда-нибудь. Гадать, куда мы пойдем, вверх или вниз, никакого смысла, на мой взгляд, нет вообще. Золото, так же как и доллар, японская иена, да, не дала нам точки входа, хотя мы ждали продажи от вот этих вот кластеров еще в пятницу, так же как и на доллар, японская иена, малечко там не дотянулось, доллар 32 цента и в принципе мы остались с вами без входа и даже без возможности входа и без входа тем более. Что делать дальше? В принципе можно говорить о том, что инструмент готов двигаться дальше вниз, потому что даже вот этот пятничный рост с такой вот на торговкой очень быстро отыгрывается вниз, поэтому косвенно можно говорить о том, что инструмент готов двигаться вниз, о том, что продавцы у нас в силе, о том, что продавцы у нас в теме и так далее, и так далее. Но продавать имеет смысл только лишь после пробоя, импульсного пробоя отметки 1285,25. Почему? Потому что именно это будет говорить о том, что инициатива есть, о том, что работать можно, о том, что работать нужно. И тогда на тесте можно будет продавать. Проблема в том, что сегодня в понедельник в отсутствие каких-то важных новостей и в принципе самый низковолонатильный день с точки зрения статистики. Здесь может этого импульса не быть. Поэтому залазить сейчас это, ну, залазить преждевременно, а значит, возможно переживать по имеющейся позиции. Нефть марки WTI в принципе сделала то, что мы от нее ждали. То есть она сделала импульс, она сделала откат, она сделала даже два отката. И она доехала до нашей цели 7193, которую мы обозначили. То есть вот такое совсем маленькое движение обозначили. Движение оказалось действительно очень маленькое. Как видите, первый раз мы предполагали более серьезное движение, работая по круглым цифрам. Но у нас нарисовалась вот эта вот байда, которая меня в принципе испугала и правильно она сделала. Посмотрите внимательно, как распределяется объем всего контракта. Они находятся вот здесь. То есть мы сейчас с вами находимся в той точке, где находится максимальный объем контрактов. Как это можно использовать? Ну, смотрите, у нас здесь большой объем, у нас здесь большой объем. То есть в принципе по-хорошему нужно сделать следующим образом. У нас с вами есть зона сопротивления, это 72,32 возьмем, да, и зона, и нижняя, скажем так, отметочка 70,40. И куда мы выйдем, туда мы и выйдем, собственно говоря, да. Нужно, напоминаю, импульсное движение, ну, в данном случае вверх. Причем вверх движение будет более комфортно, потому что движение вверх это движение по тренду. Да, то есть мы с вами не предполагаем разворот. Но, тем не менее, опять же таки в преддверии низковолатильного дня может быть и реакции никакой не быть. Однако смотрим, смотрим и ждем импульса вверх. Точно такая же картина у нас в принципе с вами и на нефтемарке WTI, в отличие, о, бренд, прошу прощения. В отличие от WTI здесь максимальный объем более-менее размазан и находится он вот в этих границах, да, то есть 76,50 и вот самый хайс 80,40. Это очень много с точки зрения, с точки зрения там стопов, тейк профитов, да, но тем не менее. Пока мы с вами находимся выше отметки 76,50 вот этой вот, говорить о продажах не имеет никакого смысла. Рассматриваем только лишь покупки, но, к сожалению, и активность на самом-самом верху должна вас, собственно говоря, настораживать. И покупать, тем более вот где-то здесь нет никакого смысла. Надо ждать либо отката вниз и тогда откупать, чтобы соотношение лос-профит было более-менее приемлемо, либо ждать проявления инициативы вверх и после этого на откате покупать. Было бы классно, если бы это все было синхронно вместе с WTI. Фьючерс на доллар-рубль, в принципе, сделал то, чего мы от него ожидали, однако, конечно, не совсем в том месте, поэтому, честно говоря, я без сделок. Но, опять же, у меня здесь торговли опционами и здесь пока все идет гладко. На пятницу мы видели с вами очень интересный набор, можно так сказать, открытого интереса на отрицательной дельтой, то есть любое падение вниз быстро встречалось снизу. Вполне понятно, откуда оно может встречаться, оно может встречаться от этого открытого интереса. Так это или так мы не знаем с вами, но, в принципе, все смотрится лонгово. К сожалению, у меня сделок нету, направленных я имею в виду, потому что я сдал снижение более ниже, то есть в район 61.20, 60.50, но есть люди, я, в принципе, знаю их, может быть, даже поименно, которые откупали от этого объема, значит, сейчас они должны находиться в плюсе. В принципе, здесь можно либо частично сбрасывать, либо стоп без убыток, либо просто забыть про сделку и попробовать дождаться вот этого объема. Вот этого направления, это получается в районе 63.10, то есть, ну, вот, можем приехать. Понятно дело, не в течение одного дня. Хорошо, если за неделю до туда доберемся, но, тем не менее, смотреть стоит. Фьючерс на индекс РТС, оно же РИ, ну, мы с вами толкаемся внутри блоковичка, мы уже здесь, в принципе, сделали одно очень удачное, да, предположение, что мы дойдем до сопротивления, мы до него дошли, мы за него завалились. Есть некая активность, которая была проявлена в пятницу на поддержке, да. Эта активность связана, во-первых, с падением открытого интереса, но это не так важно, а интереснее то, что она связана с преобладанием маркет-селл ордеров. То есть, фактически, мы с вами можем говорить о том, что инициатива какая-то вниз здесь проявляется. И здесь можно предположить, что пробой вниз может состояться, то есть, 116.330, все-таки, да, как бы продавцы завали, да, имеющиеся спрос у покупателей. Вот, и мы можем действительно увидеть импульс, и тогда это уже будет круто. Хотя, не очень, на самом деле, потому что движение ВЕР для нас было изначально поинтереснее. Но, как минимум, хоть какая-то активность, хоть какое-то проявление, вернее, активность здесь есть, и работать можно. Хотя, опять же-таки, да, здесь все очень зыбко, ненадежно, потому что продавая здесь, мы с вами упираемся вот сюда, то есть, в район 114.800, в то место, где находится максимальный объем. Не самый максимальный, да, но достаточно большой объем, который тоже может дать реакцию. Поэтому, еще раз говорю, да, движение ВЕР было бы выгоднее, но мы с вами видим давление продавцов. Чем все закончится, не знаю. S&P 500 открылся с гэпом вверх, но, в принципе, двигается туда, куда мы его и ждали. То есть, мы видели с вами объемчик, мы видели с вами инициативу. У нас была возможность дважды зайти в лонги. И пока все выглядит достаточно симпатично, интересно. А, к сожалению, вот это вот сопротивление все еще нас пугает. Все оно еще есть. Тем не менее, движение вниз для нас-то с вами коррекционное. Где-то там в районе 2720 с половиной можно подбирать. Стоп в этом плане можно прятать под 2700. Но, опять же, здесь все похоже очень на то, что все просто тупо ходит во флете, в боковиках. И тут уж на свой страх и риск, товарищи. То есть, если кто и работает на нем, то от лонга. И поосторожнее, потому что волатильности может не быть. DAX мы с вами обещали посмотреть. Посмотрим, как оно будет восприниматься народом, сразу говорю. Но в тестовом варианте мы с вами глянем, что у нас представляет DAX. Ну, во-первых, в аптренде. Во-первых, весь контракт у нас тоже в аптренде. И мы с вами видим максимальный объем контракта, заключенный в диапазоне 13040 и 12960. И в принципе, любой откат сюда мы с вами будем рассматривать какие-то лонги. Я думаю, есть в этом, собственно говоря, какой-то смысл. То есть, откат вниз. Это у нас точки входа в покупку. Да, там можно искать без предположения обновления хая. Мы можем с вами доехать до отметочки 13100. Можем ли? Да, можем. Почему нет? И в принципе, можно даже закладывать возможность движения вверх, обновления хаев, потому что двигаемся очень-очень шикарно. Двигаемся практически на этих рубежах. Мы с вами были последний раз, получается, 1 февраля. Ну, почему бы и нет. Почему бы и нет. Все очень трендово, учитывая еще, что растущий доллар везде нас прет. В принципе, это по тем планам, которые они обычно есть. Все, коллеги, на этом все. Все основные инструменты посмотрели. Большое спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. И чтобы получать информацию сюда полную и полноценно, сегодня еще разбор сделок. С вами встречаемся. И завтра уже утренний брифинг без опоздания. Всем профита на этой неделе. Пока.